Сейчас ему 22 года. Я с 10 лет торгую на рынке. Из-за своего увлечения цветами в школьные годы ему было нелегко. Ты должен быть таким. Если ты другой, значит мы над тобой издеваемся, обзываемся, унижаем. Природа тоже была с ним не очень-то ласкова. Я как-то просыпаюсь зимой, выхожу во двор, смотрю, моя еще одна теплица виноградная превратилась в лепешку. Если перед ним станет выбор, любовь или выращивание цветов, он выберет цветы. Моя личная жизнь – это растения, я ими занимаюсь, кайфую. Несмотря ни на что, он счастлив и заражает счастьем других. Кирилл, привет. Привет, привет. Два года назад на том же месте. Меня зовут Вася. Меня Черев. Надеюсь, что после сегодняшней нашей встречи тебе будет зачем ухаживать, кому петь песни и кого поливать. Много всего изменилось. Я закончил университет. Ура! У меня появился еще один парк. В старом парке я такую реформу произвел. То есть раньше были больше однолетников, сейчас уже наоборот все многолетние, чтобы легче было ухаживать пчелами. Я вот с маленького тоже мечтал, что у меня пасека была, свои улья, а не чьи-то. И вот у меня сейчас уже шесть моих ульев в Беловецкой пуще, в Воложине и вот тут вместе дома. И вот занимаюсь пчелками. Вот что значит, человек университет закончил и какое-то свободное время появилось в жизни. Ну, давайте посмотрим. Пойдем посмотрим. Сказать, что нового у нашего героя много, ничего не сказать. Первым делом мое внимание привлекло место, в котором два года назад я имел неосторожность насладиться плодами с дерева без разрешения Кирилла. Два года назад мы стояли в том же месте. Я помню, что без твоего спроса я сорвал с дерева персик. Было дело, было. Персик остался, но вот сейчас под ним появился улей. Пчелки летают и не один он. В этом году, кстати говоря, был бешеный урожай, были вкуснющие. Ну и ты пригласил нас, когда они уже закончились, я понимаю. Специально, да. В прошлый раз я очень переживал за свою обратную дорогу до Минска, съев твой зеленый персик. Теперь я переживаю еще больше, потому что у меня со спиной улей. И как вообще они? В зависимости от породы, есть агрессивные пчелы. К ним вот в метре от них стоять точно вы не будете. Да не они. А у меня миролюбивое, это вот бракфест, я его купил. А вот это по сорту карника. Одна из моих подписчиц мне позвонила, алло, алло, Кириллы, у меня рой слетел, хочешь забирай. И в мешке, вот прям вот в таком сахарном мешке, этот пчел мне рой дала. Я когда его заселял в этот улей, у меня матка с рук вылетела. То есть если матка улетает, все, это потерянный рой. А что будет, почему? Бабушка, она улетает и оседает, и может осесть на любом дереве. Может вот на этом персике, а может за 2 километра осесть. И я потерял семью. Но она осела вот на этой иве Мацудана. Я этот рой собрал, заселил, и уже он полноценно развился. И в следующем году полноценно я буду с этого улья семьи собирать мед. А что может вызвать стресс? Ну вот посторонний запах. Я долго ехал в маршрутку. Да, если боты, алкоголь, сигареты. Я трезвый, если ты об этом. Вот такие вот запахи. Либо еще агрессивность вызывает какие-то неполадки в семье. Например, вот у меня... В твоей или в их? В чилиной семье. Кирилл закончил универ, стал популярным блогером. И теперь проблем со сверстниками нет. Но так было не всегда. Школьные годы очень сложно дались нашему герою. В школе, когда дети, они такие, вот ты должен быть таким, если ты другой, значит мы над тобой издеваемся, обзываемся, унижаем. Почему так, неизвестно. Даже я вот сейчас провожу экскурсии детям многочисленные, наблюдаю за ними. И все равно некое такое вот просматривается. Но со временем все взрослеют, меняют свое мнение, понимают, как-то осознаннее становятся. И уже как взрослые люди трезво мыслят. Даже вот те, кто меня в школе унижал, пальцем тыкал, хихихахалкал. Вот многие даже ко мне в парк с родителями приходили и говорили то, что, блин, Кирилл, ты вот нашел себя с детства, ты в этом крутишься. И так достиг многого. Типа, молодец, классно, круто. То есть вот из тех, кто... Да, те, кто вот меня унижал, обзывал, там дрались, вот приходят, когда уже повзрослели, когда уже осмыслили, поняли то, что я с маленького себя нашел и в этом кайфую. А они... Недавно в сад к Кириллу пришел один из одноклассников, с которым в школе были проблемы. Пришел с семьей и детьми. Честно признался, что завидовал белой завистью, потому что Кирилл, в отличие от него, нашел свое призвание в самом детстве. Не будем о грустном. Очень приятно, что, во-первых, я могу быть ниже кого-то в коем-то веке. Во-вторых, ты выкопал джакузи у себя на участке? Джакузи для нимфей. Я вот прям мечтаю их большое количество сортов выращивать. У меня уже вот четыре. И это вот новый бассейн, прудик, уже большего размера, где совсем скоро я водой заполню. И будут золотые рыбки с цветочками расти, плавать. Расскажи мне, пожалуйста, ни одному показалось, что вот это же прям под пятую точку, вот это вот сесть, вот сюда вот свесить ножки. Здесь рядом, значит, стоит клубничка, виноградик выращенный здесь же, нет? Ну, как вариант, можно в первое время и так эксплуатировать этот прудик. И, думаю, получится вполне комфортно, удобно. И пять звезд с этого места можно смело ставить. Сколько времени у тебя ушло? Я что понимаю, тебе никто не помогал, ты сам? Да, а мне вот, я вот утром проснулся, такой, думаю, что мне делать, стрельбу пруда выкопать. Но я на самом деле давно хотел еще один его выкопать. И вот буквально вот лопата стоит. Так. И этой лопаткой за шесть часов и даже таймлапс снимал, выкопал вот это вот счастье. Рядом с новым прудом все еще цветет и пахнет старый прудик. Прудик, в котором два года назад я потерпел фиаско. Это немфейка, одна из сортов. Аромат приятный. И вот еще желтенькая цветет, беленькая. И вот недавно я исполнил свою мечту, купил немфею черного цвета. Называется Black Princess. И за нее отдал так немало денег, но я ни капельку не жалею. Она еще маленькая, но думаю, вот в новом пруду она заколосится, расцветет и будет меня радовать. Слушай, это же тот самый пруд. Я не то, чтобы человек злопамятный, но то свое фиаско, когда я с открытым сердцем, с распростертой душой корм этим рыбкам. Ну а ко мне рыбы выплывать не хотели. И вот почему. Они уже объелись. Видимо, в другой раз. Да. А давайте сейчас еще раз попробуем, посмотрим, изменились ли они или нет. Рыбки, червячки любят, но больше всего вот такие вот гранулированные. Это что? Для них еда специальная. Вот можете попробовать. Я сейчас попробую. Попробовать покормить рыбочек. Обратите внимание, в прошлый раз я понимаю, что я пришел неподготовленный, как и на любое свидание. Теперь у меня есть цветы, у меня есть угощение. На девушек оно вряд ли сработает, но с рыбками может быть что-то получится. В этот раз рыбки были ко мне более благосклонны. Ну и делаем простой понятный вывод, что на свидание не только к человеку, но и к рыбам нужно приходить с цветами. На свое день рождения, 10 апреля, я высевал астры. И вот на сегодняшний день они очень обильно, красиво цветут. Здесь, наверное, около 30 разных сортов. Если присмотреться, пчелок летает в море. Ты все это делал в день рождения? Да, ну я вот проснулся, я же этим живу. У меня вот с утра до вечера каждый день растения. День рождения, да, праздник. Я астры посадил, кучу удовольствия получил. Но ты каких-то гостей позвал. Как-то не сильно даже и не отмечали. Я так вечером потом по городу прогулялся. Это же весна, 10 апреля. Уже начинают почки набухать. Супер. Свечку ты задул. Нет, не было такого. Не мешает ли вот такая твоя увлеченность твоей личной жизни? Конечно, ну если говорить про какие-то там, про какую-то любовь, личные отношения, конечно же мешает, потому что я в этом, в растениях с утра до вечера. А с другой стороны, я только вот сейчас вот думаю, да, а мне и хорошо без нее. То есть моя личная жизнь, это вот растения, я ими занимаюсь, кайфую. Там проблемы, там неудачи, а там взлеты, там и триумфы. И сплю, мне снятся растения, просыпаюсь в работе. Еще, наверное, никто не знает эту вот ситуацию. Я уже был в отношениях. Буквально вот год назад они закончились, а в отношениях я был три года. Между прочим, я вот утаил. Да, начало, вот так вот. Когда вы ко мне приезжали, я уже туда вот был в отношениях полноценных, скажем так. Но вот как-то вот так вот получилось, то что, наверное, я вот не сумел этим отношениям уделять должное внимание, потому что как-то в растениях я больше заинтересован, больше удовольствия получаю, больше кайфа. Но не только к цветам Кирилл испытывает такие неподдельные чувства. Мы сейчас в одной из виноградных теплиц. Да, я чувствую. Держи поднос. Сейчас будем собирать урожай. Ай, красота. Это вот сорт называется хаджи-мурат. У него огромные ягоды, не мешало бы немножечко довисеть, но уже вкусный. Можно я? Можно. Самую большую ягодку выбирайте. Вот, вот, вот. Какого вам вкуса? Вот давай, вот как знаток. Раньше, когда я пробовал, был такой арбузный привкус. Может, мне казалось, но это вот что необычное мне нравилось. Никакого арбуза, но вкусно. Мне так казалось раньше. Здесь у нас остатки роскоши, красотка. Ягоды начинают заизюмываться. Знаешь, вот, не обижайся, пожалуйста, но пока на красотку не тянет. Ну, не знаю, кому как. Ягодка длинная. Да, как пальчики, да? Красивенькая, да. И многие называют сорт пальчики, потому что как пальчики. За нами растет сорт, который впервые в этом сезоне мне дал ягоду. Называется Аркадия. И среди этого всего, наверное, самые красивые гроздочки. Только посмотрите, какая это красота. Выровненная гроздочка, ягодки крупные. Я очень старался меньше есть и больше слушать, но не всегда получалось. Недавно я приехал с Воложино домой, захожу в хату. И у меня таким вот волной такой слеза, глаза слезятся, еле дышу. А оказывается, мама эту перечную мяту срезала и в духовке ее ферментируют, сушат. Она ядреный аромат имеет. И во всем доме этот вот запах ядреный, насыщенный. Я прям вот зашел, и вот прямо в смысле слова у меня аж на слезы и глаза пробило. Я прям плакал из-за ядренности этой. Сколько здесь видов? Вот здесь, вот в этом... Ну, именно вот в этом кусочке видов немного. Думаю, 200. Нет, 25 может быть. Мята перечная, мискантус, вербаскум, овсяница, исоп, тимьян, тысячелистник, птармика, хоста, метельчатые гортензии, остильба, колокольчики. И дальше, 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 дальше. Много всего интересного. Интересно, а вот если бы на твой вопрос можно ли перечислить, я бы ответил нет. Ты же все равно бы перечислил, правильно? Ну, да. Этот питомник не просто удовольствие. Для Кирилла это еще и источник дохода. Зарабатывать деньги наш герой научился в весьма юном возрасте. Я с 10 лет торгую на рынке. И вот ровным счетом вот с этого времени, а мне уже 22, вот с 10 лет я вот все деньги до единого трачу на растения. Вот тогда на рынке, если зарабатывал что-то, мы по дороге обратно с родителями в питомник заезжали, я тратил на покупку новых видов. Сейчас ситуация не изменилась. То есть тоже деньги уходят на теплицы, на организацию мероприятий каких-то цветочных, связанных с растениями, на воплощение каких-то бешеных зеленых идей. Со стороны может показаться, что у Кирилла все получается легко, играючи и без каких-то проблем. Но это не так. Мне кажется, или вот на этом месте была еще одна теплица? Все верно. Я как-то просыпаюсь зимой, выхожу во двор, смотрю, моя еще одна теплица виноградная превратилась в лепешку. И вот как-то не хватило сил ее восстановить. К тому же виноград, который уже был большой, огромный, тоже сломался. И я как-то уже вот так, потеряв надежду, силу, и вот убрал ее. Здесь уже просто такая вот пустая территория. Кирилл и рад бы восстановить теплицу, но сейчас у него на это нет времени. Помимо нового сада, который мы покажем чуть позже, Кирилл похвастался еще одним приобретением. Я купил себе дом. В этом фургончике я буду жить летом на своем новом участке. Внутри фургончика вот такие страхи-ахи, но это временно. Думаю, вам будет интересно наблюдать, как мы будем чинить этот фургончик и придавать ему жилой вид. Это мой домик. Вот на новый участок, там ничего нету. И в нем я буду жить, ночевать, особенно в летний период с большим удовольствием. Родители устали от твоего увлечения цветами? Почему так произошло? Нет, все супер. Мне самому хотелось что-нибудь такое вот сделать. И так получилось еще, что вот ранее-ранее весной я его купил. Само собой, снял видосики с соцсети. И по какой-то такой, какой-то вот немыслимой случайности видос с этим фургончиком залетел, наверное, на миллиона три и в инстаграме, и в тиктоке. Но пока что внутри отделку, ну, не успели сделать. Почему? Потому что рано-рано весной, когда было холодно, я еще был свободный. А сейчас у меня каждая секунда расписана, парки цветут, пахнут, нужно ухаживать, ну, не до вагончика. Но осенью ситуацию исправим и его завезем на мой участок, где я, возможно, уже в этом сезоне переночую. Как этот вагончик выглядит внутри, я покажу чуть позже. А пока очень хочется рассказать о месте, которому Кирилл отдал все свое время и силы в студенческие годы. Сад возле университета, в котором учился наш герой. Раньше я в прямом смысле слова здесь жил. С утра до вечера там вот под березкой палатку раскладывал, кушал в ней, отдыхал. Ну, все время проводил. Сейчас же я не могу себе такого позволить, потому что хочу команду собрать, чтобы большие проекты вместе реализовывать. Как-то нужно и самому на ноги ставь денежку зарабатывать. И сейчас я тут все переделываю абсолютно. Вот если раньше здесь была цветущая сказка за счет однолетников, сейчас же наоборот. Вот буквально месяц назад я за него взялся, все однолетники вырвал и остались чисто многолетние. Буду мульчировать щепой крупной, чтобы влагу удерживало, чтобы трава не росла. И будет чисто такой вот многолетний парк, где тоже будет безумно красиво, интересно. Но я некий груз такой ответственности, да, сброшу со своих плеч, потому что здесь будет легче проходить. Не нужно будет столько много времени проводить. И с уходом куда будет проще. Я веду к тому, что клонирование у нас запрещено. Как ты собираешься успевать? И правда, все там можно. Я про тебя, ты один, понимаешь? Ну вот поэтому я и говорю, что хочу собрать команду, чтобы такие огромные масштабные проекты можно было легко реализовывать. Команда не помешала бы Кириллу и для восстановления вагончика, в котором он планирует жить в летнее время. Вагончика, в который я намереваюсь зайти прямо сейчас. Ух ты! Да. Мама моя! Вот с этой стороны у меня будет спальня. Я уже там вот запланировал кроватку поставить. Здесь все закроется, будет дверь. И очень уютно. Эту стенку я разрисую такими листьями различной формы. И будет мега классно, я в этом уверен. Так, а у нас за спиной что будет? Вот в первом секторе будет у нас кухня. А дальше такое место, где можно присесть и отдохнуть. Может сложиться впечатление, что Кирилл все делает сам и в одиночку, но это не так. Делегировать свои обязанности и работу он хоть и не очень любит, но умеет. В этом году мама захотела петунию выращивать. Я вот купил семена, под фитолампами их прорастил, потому что в домашних условиях на подоконнике это тяжеловато сделать. Как только появились настоящие листики, я уже эту рассаду желанную мамину отдал. И она уже сама за ними ухаживает, выращивает. Насколько тебе легко делегировать выращивание цветов кому-то другому, пусть даже маме? На самом деле очень-очень тяжело. Но я, хоть я и понимаю, что не разорвешься на все везде, тем более такие огромные проекты реализовываешь. Тяжело. Ну вот пытаюсь это делать, но тут в данном случае это не делегация, просто мамино желание выращивать петунию. А еще в жизни Кирилла произошло событие, о котором мечтает большинство молодых парней. Ну это, я так понимаю, рабочая лошадка. Это называется Кветкомобиль. Тот самый, на котором и создавался Брестский Кветкопарк. Ну и вот на нем я, наверное, раз 10, чтобы перевести всю рассаду, в Воложин катался. Слушай, ну это же ведь определенный шаг для любого парня. В тот раз у тебя еще не было водительского удостоверения, у тебя не было машины, а теперь у тебя это все. Да, и вот примерно после вашего приезда я пошел учиться на права, так совпало, и осенью получил их. И даже помню тот день, когда я с ГАИ выхожу, меня уже родители на машинке ждут. На этой? Да, да, у меня уже она была. И мы поехали в Кобрин, там в аквапарк купаться, я уже сам за рулем, такой отважный, крутой. Через несколько минут мы отправимся в новый парк Кирилла, парк, который появился 3 месяца назад. Ну а пока немного помечтаем. Можешь поделиться каким-нибудь небольшим инсайтом, мечтой, которая пока еще не воплотилась, не реализовалась, но она не за горами? Такая мечта есть. Я певец, я с детства обожаю петь, профессионально этим не занимался, потому что тоже нужно этому время уделять. У меня уже много песен написанных, много вышедших, которые тоже связаны с растениями очень тесно. И вот по мере своей жизни я вот тоже песни написываю по своим каким-то жизненным ситуациям, каким-то переживаниям. То есть в моем случае это не так, что дай-ка я напишу песню о любви. Нет, у меня все песни огромную историю имеют, личные какие-то такие вот истории высказывают. И вот мечта своих кветкопарков, я вот надеюсь, через несколько лет у меня будет сеть кветкопарков по всей Беларуси в разных городах, и выдать концерты такие вот музыкального парка. Загласитесь, очень здорово для человека, который никогда в своей жизни не занимался вокалом. Одними песнями сыт не будешь, поэтому мы мчим в новый парк Кирилла, в парк, который появился в его жизни спонтанно. Мы давно дружили с ребятами, которые занимаются биологическими препаратами, и вот у них тут в Воложине производство. И на территории предложили вот так вот, как-то совместно мысль пришла, а давай тут парк создадим. Я приехал, посмотрел территорию, которая позволяла это все создать. Ну и, собственно говоря, вот за три месяца мы видим результат наших совместных трудов. Ну, в твоем случае это какая-то коммерческая история или это только душа? Ну, в плане создания парка коммерция, это наоборот, все парки, они высасывают финансы со всех, и тут вход бесплатный абсолютно. С 11 до 6 можно приехать, полюбоваться, увидеть, вдохновиться, ахнуть, охнуть. Ахнуть и охнуть тут есть с чего. Даже равнодушный к цветам человек сможет утонуть в их красоте и побыть тут какое-то время. Мне кажется, мы выбрали идеальное место для того, чтобы провести небольшую экскурсию. Мы на возвышении, отсюда видно все. Да, все видно, давайте начнем. Кейл-кале кучерявая капуста, обалденная, съедобная и красивая. Декоративные подсолнухи, мишки Тедди, махровые, низкие, многие удивляют их. Там тоже кейл-кале выпуклая, бархатцы, алисум, флокс дурмонда однолетний, шикарный цветок, очень долго цветет. Вот там портулак такой разноцветный, на солнышке раскрывается, в тенечке закрывается. А что вот там красный стебель, зеленая, потрясающая красота? Редиска какая-то, что это? Ну, похоже визуально на свеклу, но это монголь. То есть свекла, которая не образовывает плод, она ценится за счет своей листвы. Ее, собственно говоря, кушают, а в моем случае я ее посадил в декоративных целях. И вот такая красная ботва очень даже подчеркивает данную клумбу. Очень. А есть какое-то вот, ну прям, любимое-любимое растение здесь? Невороженным глазом заметно. Это моя обожаемая Вербена Бонарская. В соцсетях даже меня и назвали Кирилл Вербена Бонарская. Неплохо. Потому что цветет с июня до заморозков, сильнейший медонос. В нем бражники летают, неприхотливый, беспроблемный. И согласитесь, ну, обалденный. Глядя на все это великолепие, каждый раз одергиваешь себя, не веря в то, что это возможно сделать за три месяца. Да, у нашего героя были помощники, но это никак не делает это достижение менее грандиозным. Сегодня две семьи приезжало, тут детки бегали, любовались, восторгались. И очень приятно, что такие эмоции в ответ мы получаем. Зачем сюда приходят люди и что ты с ними здесь делаешь? Что ты рассказываешь, что показываешь? Ну, зачем приходят, чтобы вживую, воочию это все увидеть? Это выглядит сказочно. Пофоткать, понюхать. Мама была с детьми, и она вот прямо, я там работал вдалеке, был занят, и подслушивал немножечко. Она вот детям ходила, рассказывала. Вот, это вот капуста, вот бархатцы, вот шмель, посмотри там, сыночка. Детям интересно или их заставляют сюда ехать? Нет. Тут вот вертушка работала, поливала клумбы. Эти дети прям бесились там под этими каплями воды, игрались, сами рассматривают. Вход в парк абсолютно бесплатный. Да, на выходе есть самодельный почтовый ящик на случай, если кто-то захочет отблагодарить Кирилла. Но никто ни на чем не настаивает. Какой парк тебе нравится больше? Мой свой. Нет, тот Брестский, если вот этот... А, ну, я уже говорил, там перевороты, там все пересаживается, переделывается. То, конечно же, вот парк в Воложине, он, ну, в бесконечность раз краше, лучше и красивее. Но это вопрос времени, и там, и там он нормализуется, и будет интересно посещать обои парка. А через некоторое время, я уверен, еще где-то появится Кветка парк. И будет такая франшиза по всей Беларуси Кветка парков. И даже представьте, вот такой тур по Кветка паркам Беларуси, которые находятся в разных городах. Ты понимаешь, что для того, чтобы появился еще один Кветка парк, должен появиться еще один Кирилл Кветка? Либо так, либо собрать команду, к чему я очень сильно и упорно иду. Конечно, насчет еще одного Кирилла Кветки я шучу. Другого такого не будет, и это здорово. Искренне желаю этому светлому и увлеченному молодому человеку добиться желаемого. Пусть таких парков в нашей стране становится все больше и больше. Больше парков, больше увлеченной молодежи, идущей по светлому пути. Редактор субтитров А.Семкин